Здравствуйте! В эфире область экономики, программа о деньгах и финансах и обо всем, что с ними связано в студии Елена Шиломенцева. Смотрите в выпуске. Кому сделают скидку на оплату электроэнергии? Что обсуждали в Амурском правительстве на встрече с северокорейской делегацией? Кто может получить льготные кредиты и зачем семье финансовый план? Амурчане, пострадавшие от паводка, получат компенсацию на оплату электроэнергии 30% от стоимости фактического потребления. Скидка в квитанции будет отражена отдельной строкой. Сейчас в правительстве области формируют списки подтопленных домовладений на получение льготы. Реестр формируется по результатам обследования жилых домов специально с созданными комиссиями, в состав которых входят представители муниципалитетов. Работа ведется по заявкам жителей. Самостоятельно обращаться и предоставлять документы в дальневосточную энергетическую компанию для получения скидки не нужно. Перспективы двустороннего сотрудничества Приамурья посетила делегация из Северной Кореи. На встрече с губернатором гости из КНДР обсудили, в каких направлениях интересно больше всего работать. Приамурья и Корейскую народно-демократическую республику связывают давние дипломатические и дружеские отношения. В этом году исполнилось 70 лет со дня подписания первого российско-корейского совместного документа. Мне очень приятно отметить, что некоторое время назад у нас был товарищ Ким Чен Ир, и мы хорошо помним эту встречу. После этого был дизит губернатора Амурской области Олега Николаевича Кажемякова в Корейскую народно-демократическую республику. Считаю, что нам много что нужно обсудить для того, чтобы укрепить наши дружеские отношения. Как отметил Амурский губернатор, у региона хорошие перспективы сотрудничества с северокорейцами в сельском хозяйстве, лесной промышленности, туризме и спорте. Кредит по льготе. Амурская региональная микрокредитная компания начала прием заявок от предпринимателей. Теперь амурским бизнесменам доступны микрозаймы до 2 миллионов рублей. Сроком на три года поставки от 3,62% годовых. Получить льготный займ можно как на приобретение имущества или пополнение оборотных средств, так и на рефинансирование действующих кредитов, обеспечение участия в торгах, аукционах, тендерах и любые другие цели бизнеса. На данный момент специалисты компании проконсультировали более сотни предпринимателей, девять уже готовятся к оформлению займа. Случаи административного давления на предпринимателей будут рассматривать при губернаторе, а лучший муниципалитет по работе с бизнесом получит 3 миллиона рублей. Меры по снижению административного давления обсудили на совещании в правительстве области. Как отмечается агентством стратегических инициатив, одним из наиболее болезненных показателей для предпринимателей является показатель административного давления на бизнес. На сегодняшний день доступно два метода измерения административного давления на бизнес субъектов. Первый метод определен национальным рейтингом. Это три показателя, по которому оценивают предприниматели сами регион в отношении административного давления. И второй метод, который появился и был озвучен в этом году, это индекс административного давления. Как было отмечено на совещании, в Амурской области 26% опрошенных предпринимателей столкнулись с фактами административного давления и коррупции. Это меньше, чем в прошлом году. Ранее предприниматели жаловались на увеличение количества внеплановых проверок. На совещании рассмотрели варианты, как решить эту проблему. И кадровую. По словам руководителя регионального отделения опора России Бориса Белобородова, возникла необходимость в дополнительном обучении и стимулировании сотрудников муниципалитетов, которые работают с бизнесом. По поручению губернатора, лучшая муниципальная администрация по работе с предпринимателями, за 2019 год получит 3 миллиона рублей, сообщает прислужба областного правительства. Мама предпринимателя Амурчанки могут получить 100 тысяч рублей на создание собственного бизнеса. С 16 по 20 сентября в областной столице пройдет федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства. Опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса бесплатно обучат Амурчана к основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. К участию в проекте приглашают женщин, которые находятся в декретном отпуске, а также мам несовершеннолетних детей, не ведущих официальную предпринимательскую деятельность или занимающихся бизнесом не более одного года. Обучение будет идти 5 дней в форме очного тренинга. В завершении проведут конкурс бизнес-планов, подготовленных участницами. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Подать заявку можно на сайте проекта до 9 сентября включительно. Как делились и именовались бумажные денежные знаки в период Союза Советских Социалистических Республик? Об этом узнаете из нашей постоянной рубрики «Деньги и их история». Начиная с 1923 и по 1924 год, денежные знаки Молодой Советской Республики назывались «Государственные денежные знаки Союза Советских Социалистических Республик». С 1924 и по 1991 год денежные знаки номиналом до 10 рублей одного червонца именовались как «Государственные казначейские билеты СССР». Начиная с 1991 года, денежные знаки номиналом свыше 10 рублей назывались «Билеты Государственного банка СССР». В нашей коллекции есть «Государственный казначейский билет СССР» номиналом 1 рубль золотом 1928 года. Многие семьи ведут учет своих доходов и расходов. Подскажите, зачем нужен финансовый план семьи и как его правильно составить? Ответ на такой вопрос нас попросила найти Ирина Сенченко из Завитинска. Комментарий специалиста услышите прямо сейчас. Финансовый план поможет вам контролировать доходы и расходы вашей семьи, а значит тратить деньги разумно. С ним вы будете точно знать, на что уходят деньги, сможете спланировать крупные покупки, поймете, как можно сэкономить и приумножить деньги, а также защитите себя и свою семью от финансовых рисков. Начать нужно с учета всех доходов и расходов, которые надо записывать в течение 2-3 месяцев. Контролировать расходы можно как с помощью приложений в телефоне, онлайн-сервисов, так и по старинке, записывая на бумаге. Не важно, как вы будете это делать. Важно, что нужно записывать расходы ежедневно, включая даже мелкие расходы, ведь из них и складываются ежемесячные траты. Лучше распределять расходы по категориям, квартплата, продукты, развлечения, медицина, покупки, чтобы было проще их анализировать и понимать, какие из трата обязательны, а какие нет. Можно ли оптимизировать их. Затем ставим цель, например, покупка машины или обучение ребенка. Цели должны быть достижимы, должны иметь конкретную стоимость, быть понятны и важны для всей семьи. Планирование может быть как краткосрочным, несколько месяцев, так и долгосрочным, 5-10 лет. Следующий этап – составление плана, в котором надо учесть ежемесячные траты и посчитать, как проще к ним прийти к цели. Накопить или взять кредит. Для этого делаем расчеты и узнаем, сколько денег и времени нужно для ее достижения. Четкое соблюдение плана – залог скорейшего достижения цели. Для этого важно помнить, экономия не значит ограничения. Составлять список продуктов – предусмотрительно. Покупать нужную вещь дешевле, чем ожидалось – приятно. Не тратить деньги спонтанно – разумно. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amurobl.tv. Самые интересные сюжеты на нашей страничке в Инстаграм. Если у вас есть вопросы, на которые вы сами не можете найти ответы, или вы попали в неловкую экономическую ситуацию, звоните, будем разбираться вместе. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова